Ребят, привет! У нас посылка с Aliexpress. Дошла за 17 дней, трек отслеживался. Давайте ее скрываем. Это у нас смартфончик BlackView и моделька E7S. Моделька с буквой S отличается от модели E7 только оперативной памятью и другим процессором. Смотрим комплектацию. Кабель microUSB, гарнитурка, но как всегда она здесь бюджетная, то есть ожидать от нее какого-то качества не стоит. Зарядочка 5 вольт, 1 ампер. Также в комплекте идет силиконовый бамперок. BlackView, огромное спасибо за такой вот подарочек, потому что часто нужно саму покупать бампера отдельно. В инструкции присутствует русский язык, что очень приятно. И еще одна, как видим, не стекло, пленочка защитная, запасная. Потому что одна уже наклеена, как видим, на экране. Комплектация очень хорошая. Так, снимаем защитную пленочку с экрана. Здесь остается еще одна заводская. Взял смартфон в свете Sky Blue. Очень мне понравился. Давайте для начала его включим, и я иду его тестировать. Как всегда оказалось, что здесь наклеечка на батарее. Так, включаем. Итак, прошивка мультиязычная. Украинский и русский присутствуют. Еще давайте посмотрим, какой здесь Android. Здесь Android 6.0. Прошивка здесь стоит от 11.10, то есть довольно-таки свежая. Итак, ребята, иду тестировать его в течение недели, а вы смотрите видео дальше. Так, ребята, потестировал я телефончик. Теперь хочу поделиться своими впечатлениями. Честно говоря, телефонный Blackview мне очень понравился. Это уже третий телефон у меня на обзоре Blackview. Несмотря на то, что это бюджетник, мне он тоже понравился. Ну, давайте расскажу вам про него. Начнем с характеристик. Размер экрана этого телефона 5,5 дюйма. Разрешение экрана 1280x720, то есть HD. Экран у нас IPS 2,5D, то есть круглые углы. Имеет минимальную воздушную прослойку, но это, честно говоря, незаметно. Сверхо-справа динамика у нас датчики приближения и света. Слева у нас фронталочка 2 Мп с интерполяцией до 5. Снизу у нас системные кнопки управления без подсветки, что, конечно же, минус. Корпус у этого смартфона 100% пластик, то есть полностью пластиковый. Сверху у нас разъем 3,5 мм под наушники. На правом боку у нас качельки громкости и кнопка включения. Слева у нас ничего нет. Снизу у нас динамик, микро-USB. USB, кстати, OTG не поддерживает, так что имейте в виду. И микрофон. Крышка у нас съемная. Здесь у нас 2 слота под сим-карточки в формате микросим, а также слот под карту памяти microSD. Батарея съемная на 2700 мАч. Средней батареи хватает на 6-7 часов просмотра видео и 2-2,5 часа прожорливых игр. Сзади у нас камера на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13, апертура 2.2 с автофокусом, вспышка, а также сканер отпечатков пальцев 360 градусов. Телефон поддерживает 2G и 3G сети, 4G, к сожалению, не поддерживает. Итак, экран. По яркости здесь очень классная максималка, довольно-таки ярко. Летом на солнце будет без проблем все видно. Минималочка, конечно, могла бы быть чуток темней, потому что в полной темноте возможен чуток дискомфорт. Для полноценной работы достаточно 50-60% яркости. Единственное, как мне кажется, экран чуток отдает голубоватым оттенком, что, конечно, никак не портит цветопередачу. Я это вам покажу на примере. Давайте посмотрим примеры фото. Конечно же, камера делает цветокоррекцию и передать настоящие цвета не всегда можно. Честно говоря, цвета мне понравились, довольно-таки яркие, сочные. Углы обзоров телефона тоже идеальные, нет никакой инверсии. Сканер отпечатков пальцев тоже работает просто идеально. И с 10 раз, все 10 он без проблем разблокирует, распознает. Инственное, что, как на меня, время от того, как мы приклали палец и засветился сам экран, довольно-таки долго, где-то полсекунды. Но это, в принципе, мелочи. Главное, что работает. Вот смотрим вверх ногами. Все good. Итак, Antutu. Что нам показал Antutu? Итак, начинка телефона бюджетная, поэтому и баллы, соответственно, небольшие. 23200 баллов. Давайте пройдемся также по начинке. Процессор здесь MTK6580. Графический процессор Mali 400 MP. Оперативной памяти здесь 2 ГБ. Внутренней памяти 16, доступных из которых 12. Процессор 32-битный, 4-ядерный, частотой 1300 МГц. Мульти-тач. Тач на 5 касаний. Тач на 5 касаний. То есть, стоит качественный. Точность будет довольно неплохая. Под датчиком здесь очень скромная начинка. Датчик приближения. Гироскоп. Датчик освещения. На этом и все. Ну, все-таки бюджетник. Итак, ApexiDen при разрешении HD показал 32,8 FPS. Так, ребята, поговорим про звук. Звук здесь довольно-таки неплохой. В меру громкий. Высокие здесь не режут уши. Ну и басов здесь нет. То есть, звук не для меломанов, но послушать музычку вполне можно. FM-радио в этом телефоне также присутствует. Так что можно без проблем слушать, если подсоединить гарнитуру к антенну. Итак, дальше у нас GPS. GPS в этом телефоне лучше среднего. Из 11 спутников увиденных использовал 9. Что очень даже неплохо для такого телефона. Точность навигации будет нормальной. Так, ребята, камера. Камера здесь едва ли дотягивает к своим 8 мегапикселям. Но на самих фотографиях, в принципе, не очень много шумов. Картинка вполне сносная, читабельная. Единственное, что когда делать фотографии при плохом освещении, часто камера теряет автофокус. И картинки иногда получаются размытыми. Кроме того, в полутемном помещении очень много шумов. Думаю, вы это можете видеть. Поэтому, если нужен акцент на камеру, в этом случае это не тот телефон. Вот еще несколько примеров фото и видео. Смотрим. Так, ребята, если вы говорите, про игры, сами понимаете, что при железе в 23 тысячи баллов, которые дал Antutu, нельзя будет играть все игры. Хотя большинство из них, конечно же, запустится, но с самыми-самыми низкими настройками. Вот, например, танки при самых низких настройках идут в среднем 20-30 FPS. Сами понимаете, при 20 FPS-ах никакой плавности в картинке не может быть. Real Racing. Качает себя HD текстуры, также без проблем запускается. И в процессе игры даже не тормозит. Если присмотреться на движущие декорации вокруг трассы, видим, что совсем отсутствует плавность. Это через низкий FPS. GTA также можно играть на самых низких настройках. Игра не лагает. Но единственное, что из-за низких настроек на заднем стекле автомобиля можно увидеть артефакты. Так что, ребята, если вы любитель игр, советую играть какие-нибудь легкие игры, квестики, головоломки, типа Perry, Swampy, Cut the Rope и тому подобные игры. На такой начинке они, конечно же, будут идти без проблем. Так, ребята, что он покажет? 10 минут игры. 10 минут игры нам поднимает температуру сзади нашего телефона до 44 градусов. Нагрев вот здесь вот происходит. Здесь, очевидно, процессор. Если мы поиграем полчаса и больше, то корпус, конечно, будет не очень приятный. Что самое главное, в таких ситуациях будет присутствовать троттлинг, что означает, что производительность упадет. Но так нагревают процессор только прожорливые игры, типа Real Racing и танков. Поэтому, если играть, как я уже говорил, обычные игры, такого нагрева происходить не будет, потому что нагрузка на процессор тогда в много раз меньше. Так, ребята, давайте подводим итоги по нашему телефону. Телефон бюджетный, то есть, если взять во внимание его цену 75 долларов, я думаю, много претензий к нему быть не должно. Экран здесь совсем даже неплохой. Звук GPS тоже устраивает. Камера только для съемок в солнечный день. А из минусов, это, конечно же, это отсутствие поддержки 4G. И второе, это застарелый процессор, который очень существенно обрезал производительность этого смартфона. Через что игрушки здесь, конечно же, идут слабо. И при нагрузках немножко нагревается процессор. Но сам телефон, в принципе, неплохой. Сам телефон сделан качественно, красиво, ничего не скрипит. И людей, которые в основном юзают соцсети, звонят и пользуются интернетом. Или же для студентов, для детей. Довольно-таки неплохой вариант. Так что, ребята, вам желаю успехов при вашем выборе телефона. Ссылку на продавца я оставлю под видео. И до скорых встреч!